Он должен быть водонепроницаемый, полностью закрывающий все тело. Специальный защитный костюм даже надеть целая наука. Две пары перчаток, бахилы, особый респиратор защищает от пыли, бактерий и вирусов. Заведующий кафедрой анестезиологии подчеркивает, такие нужны только медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. Главное правило здесь – не должно остаться ни одного открытого участка кожи. Чтобы убедиться, что костюм подогнан полностью, рекомендуется вот такой прием, который Саша нам сейчас покажет. Поднять руки и присесть, значит можно встать. Все должно быть что? После этого приема герметично. Это ординаторы-анестезиологи, которые уже заканчивают обучение в ВУЗе и в следующем году становятся полноценными врачами. Все приемы студенты отрабатывают на настоящем медицинском оборудовании. Их пациент – робот, самый реалистичный из существующих. Он полностью имитирует работу организма. В реанимации работают несколько человек, оказывают помощь одному пациенту. И важно уметь распределить функционал верно, сделать все быстро, точно, без ошибок. Наступил самый драматичный момент. У пациента острая пневмония, вызванная вирусом COVID-19. Поданный кислород не помог. Необходима интубация трахеи. Попытка интубации трахеи должна быть первой, и она же последней. На этом столе у нас, в первую очередь, лежат устройства, помогающие, ну, скажем так, добиться успеха с первой попытки, в частности, видеоларингоскоп. Видеоларингоскоп обычно используют в особенно сложных ситуациях. Например, когда у пациента трудные дыхательные пути, и врачу необходимо разглядеть их устройство. Трудные дыхательные пути – это анатомическая особенность. Чтобы ее установить, нужно исследование, но сейчас времени на него нет. Поэтому в случае с COVID-19 все пациенты считаются трудными. Кроме того, видеоларингоскоп позволяет врачу держаться на некотором расстоянии от лица пациента, что снижает риск заражения. Ординаторы-инфекционисты справились. Частота дыхания восстановилась, давление нормализовалось. Следующий шаг – подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Подбирать режим вентиляции тоже учат на курсах. С мощностью нужно быть осторожным. COVID поражает ткань легких. Это единственный способ, который обеспечивает ему доставку кислорода. Убирает мышечные усилия пациента, который тоже патологичен для этих больных, потому что он тратит кислород и создает дополнительные повреждения для легких. Так как все ординаторы заканчивают восьмой год обучения, у них уже есть подготовка к работе в реанимации. Однако сейчас новые условия усложняют работу. В костюме, маске, респираторе очень тяжело дышать, очень жарко. Буквально сейчас вы видели, это заняло минут пять от силы. Уже, скажем, дыхание сбивается. Раньше подобный курс занимал месяц. Сейчас обучение сжато до двух недель. Большую часть материала студенты усваивают в дистанционном режиме, а два дня отрабатывают навыки в симуляционном центре ДВГМУ. В конце курса тест по теоретической части и зачет по практике. В медицинском университете планируют обучить 300 человек, которые, если это понадобится, смогут оказать помощь. Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри, Хабаровск.